Когда сегодня человек приходит в Церковь Божию, или когда он читает духовную литературу, ему очень сложно сегодня понять вот этот мир духовный. Ему не то, что сложно понять, ему невозможно понять. Почему? Начиная с 20 века и, конечно, в 21 веке, мы с вами все получаем обязательное образование. Какое образование? Мы с вами получаем материалистическое образование. Мы с вами получаем научное, техническое, материалистическое образование. Вот что наука разрешила, то истина. Что наука не разрешила, то не истина. Мы знаем с вами, что материалистическая наука изучает только то, что она видит через микроскоп, через телескоп. Что должно повторяться одно и то же. То, что она видит, должно повторяться. Если это не повторяется, она этому уже не придает значения. И эта материалистическая наука сегодня, она давляет над всеми, она нас обязывает, чтобы мы изучили, прошли образование материалистическое. То есть, существует только материя, больше ничего. Вот это материализм, вот это материалистическое наше воспитание. И что мы ждем от наших родителей. Они тоже эту школу прошли. Они тоже учили физику, химию, биологию, географию. Все материальное. Что мы видим в телескоп и то, что видим в микроскоп. Вот только это можно видеть. И вот мы с вами сегодня получили материалистическое образование. Что мы изучаем с вами? Атомы, молекулы, клетки, мышцы, органы системы человека. Поэтому сегодня мы пришли с вами в такое великое событие. А мы не понимаем этого. Мы образованы в материалистическом образовании. Нам об этом никто никогда не говорил. Бога же не видим, мы же не видим. Бога видеть невозможно. Это же не дедушка с бородой, который телесную имеет природу. Как мы ее можем увидеть? Мы не понимаем, что такое дух, да? Мы не понимаем, что такое ум. Мы можем понять, что такое ум, что такое душа. Но сколько мы живем на земле, на планете и земле, сколько мы живем, всегда люди знают, что есть душа. Все народы всегда во все века верили в Бога и знали, что есть Бог. Все народы знали, что есть ангелы. Эти ангелы время от времени приходили к людям, даже имена свои называли. Архангел Михаил, Архангел Гавриил. Смотрите, мы их по именам знаем. Варахиил. Это же откуда мы взяли эти имена? Мы сами придумали их, что ли? Давайте с вами придумаем. Вы знаете, вот давайте нарисуем ангелов. А что такое ангелы? Если их не было, если мы их не видели, как мы можем их обозначить? Как мы можем их назвать и по именам? Но мы знаем точно совершенно, что те люди, которые ушли из жизни, мы говорим, умерли, они и нам являются. Они приходят, наши родственники, наши родители, говорят, как они живут там. Что-то просят у нас. Как они могут прийти, если они умерли? И вот на сегодняшний день мы пришли с вами участвовать в величайшем событии, которое было в истории человеческого рода. И мы с вами еще видим что-то. Что мы видим? Что после греха падения, после греха падения, Бог никогда не оставлял человечество. Вот это очень важный момент. Бог никогда не оставлял человечество. Как же мы видим следы Бога на земле? Как мы видим следы Бога на земле? Следы Бога на земле. Как? Вот, пожалуйста, и Аким, и Анна. Вы стоите рядом и даже не спрашиваете, кто это, что это. Вы пришли, вы не знаете, кто здесь святые. И Аким и Анна – это родители Божьей Матери, родители Девы Марии. Смотрите, они дожили до глубокой старости, у них не было детей. Они были из двух самых значимых родов еврейского народа. У них детей не было. Это такой позор был для еврейского народа, когда у кого-то не было детей, считали, что на этом роде проклятие на этих людях. Они какой-то грех совершили. Почему? Бог им не дает детей. Они чистые люди, они замечательные просто. И они дожили до глубочайшей старости. И вдруг неожиданно вот этому Иакиму, который от горя, что нет детей, понимаете, над ним народ потешался. Народ его презирал просто, люди презирали его. Он уходит даже в горы, говорит, я больше не вернусь в этот мир. Я есть и пить не буду. Мне легче умереть, чем терпеть от своих соотечественников. Такой позор. И вдруг неожиданно ему является архангел Гавриил. Мы знаем точно, явился архангел Гавриил. Об этом рассказал всем потом Иаким. Значит, он назвал себя, что он архангел Гавриил. Это же архангел Гавриил ему сообщает о том, что у него, у старика родится дочь. Уже сказано, дочь родится, смотрите. Если бы сегодня не было УЗИ, люди бы и не знали даже, кто родится. Да кто родится, тот и родится. Родится человек, понимаете. Ну хорошо, вы узнали, что будет мальчик или девочка. Что от этого изменилось? Поэтому сегодня мы говорим точно совершенно. Архангел Гавриил. И архангел Гавриил приходит сначала к Иакиму, потом к его жене, к Анне, родителям Божьей Матери. Но что говорит архангел Гавриил? Не просто то, что у вас родится дочь, а назовете ее Мария. Даже имя дается. Значит, имя даже, которое мы носим с вами, имеет значение для нас. И каждый человек, который крестится в церкви, что он получает? Он получает имя святого. Мы носим имена святых. Поэтому сегодня мы обращаемся точно и говорим совершенно. Бог никогда не оставлял людей. Что от нас ожидает Господь? Господь от нас ожидает, чтобы мы вернулись опять в духовное состояние, в котором мы были до грехопадения. И мы видим с вами, что все не так просто в человеке. Вот есть материальная часть. Вот есть клетки наши, есть наше мясо, есть наше тело. Это материальная часть. Что наши клетки рассуждают, думают о чем-нибудь? Наши атомы думают о чем-нибудь? Наши молекулы о чем-то думают? Да нет, конечно. Конечно, нет. Значит, есть в нас еще что-то. И вот сегодня, как нам жить? По какому закону жить? По закону материалистов? Или же по духовному закону жить? Как быть? Пусть нам кто-нибудь из материалистов докажет, как произошел этот мир. Откуда взялся разум? Откуда взялась премудрость? Пусть нам, пускай, какой-нибудь лауреат Нобелевской премии докажет это и объяснит. Они не могут нам это объяснить. Но они нам настаивают, что только есть атомы и молекулы. Больше ничего нет. Несчастные люди. Поэтому сегодня события, которые выходят за пределы человеческого разума, Бог не оставляет никогда людей. И если архангел Гавриил является и Аким, и Анне, все свершается у них, у этих стариков. Они рождают, действительно, дочь рожают. Они дают ей имя Мария. Но когда эта Мария сама вырастает и приходит в определенный возраст, то опять тот же архангел Гавриил ей является. Тот же архангел Гавриил ей является. И архангел Гавриил опять ей теперь говорит. Вот он объявляет тайну от Бога. Он пришел не сам по себе, а ангелы, служебные духи. Они только служат. Служат воле Бога. И архангел Гавриил говорит ей, что через тебя родится Бог на земле в образе человеческом. Но что он добавляет? Он уже, архангел Гавриил, вводит уже новое понятие. Дух Святой найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя. Он уже вводит нам, есть Дух Святой. Вы видите, уже новое. Архангел сам Гавриил. Если бы сейчас ангел явился, мы не видим ангела. А здесь уже Дух Святой. Посмотрите. Когда Бог творит мир этот над водой, Дух Святой. Если, почему мы сейчас видим с вами, что столько горя, столько скорби, столько войн, столько всего. Почему мы это видим? Потому что благодать Божья уходит с земли. Нет благодати Божьей. Почему нет? А мы не призываем Божью благодать. Люди-то сегодня думают, как купить мне машину, еще одну машину купить. Холодильник купить, как продукты пойти купить. Смотрите, чем мы занимаемся. Мы смотрим с вами фильмы, сидим с утра до вечера. А к Богу-то мы не обращаемся. Мы же Бога не просим, чтобы Господь нам помог, что ты сказал. Если бы мы общались, 8 миллиардов на земле людей общались бы с Богом, то благодать Святаго Духа была бы здесь, она присутствовала. Господь же говорит, молитесь, да не внидите в напасть. Молитесь. А что такое молитва? Молитва беседа с Богом. А нам материалисты говорят, никакого Бога нет, ничего нет. Вы понимаете? И нам сегодня сложно понять что-то. Потому что нам ни родители не могли этого сказать, ни учителя, ни воспитатели детского сада, ни преподаватели вузов. Потому что они обязаны были сдавать атеизм в советское время. Атеизм сдавали. Ты должен сказать, что ты не веришь в Бога. И Богу не веришь, нет его. И никого нет. Мы верим только в то, что мы видим. Посмотрите. А может быть и воздуха нет. Посмотрите внимательно. Вы видите воздух где-нибудь? Поэтому сегодня мы прикасаемся к этому событию великому. Смотрите, он говорит, Дух Святой найдет на тебя. Дух Святой найдет на тебя. Дух Святой. Это совершенно другое совершенно. И когда мы видим духовных людей, когда мы видим духовных людей, мы видим, человек отличается от нас. Он говорит на каком-то другом даже языке. И когда мы приходим с вами в Церковь Божию, мы видим здесь другой язык. А что они поют вообще? Мы привыкли слушать сегодня электронную музыку. А здесь что они поют вообще? А слова-то какие? Мы не понимаем даже, что они поют. Какие там слова? А кто написал эти слова? Мы живем в другом мире. Нам сложно понять духовный мир. Мы не можем его понять нашими очами материальными. Мы материальные. Нам побольше поесть, побольше попить. Вот в чем вопрос. Вы понимаете, вот этот момент и есть самый главный в нас сегодня. Почему мы не можем уверовать в Бога? Почему нам сложно? Потому что, ну как, человек 20 лет учится, и 20 лет ему говорят вот это. Потом он живет. Никто, нигде не говорят, об этом ничего не говорят. Что мы видим в фильмах с вами? Курят, пьют, гуляют, матерятся. Что мы видим в фильмах? Едят. Что еще? Работают. Нам же не показывают людей верующих, не показывают людей духовных. Нам не показывают этот мир. Как будто его не существует. А он существует. И Божья Матерь есть. И ангелы есть. И архангелы есть. И херувимы, и серафимы есть. Если бы этого не было, мы бы этого не знали ничего. И вот сегодня величайшее событие. Смотрите. Бог избирает сначала родителей. И Акима, и Иоанна избирает. Избирает старца Елизавету и Захарию. Старца Захарию. Священник Захария. Которых та же история. Они доживают до глубокой старости. Нет детей. Нет детей. И тот же архангел Гавриил является к старцу Захария. Который был священником. Служил в Иерусалимском храме. Четырнадцатую череду. И во время богослужения, как сегодня. Этот архангел Гавриил говорит ему. У вас будет сын. Назовете его Иоанн. Благодать Божья переводится на наш язык. Вы смотрите. То, что сказал архангел Гавриил, совершилось. Конечно, совершилось. Родился Иоанн. Конечно, родился. Ну, такой этот Иоанн. Он даже не жил в миру, как мы с вами живем. Он всю жизнь жил в пустыне. До тридцати лет. Он питался особой пищей. Акридами и медом. Диким медом, диким медом. Это разные вещи. Он ходил в другой одежде совершенно. В отличие от нас с вами. Но его не видел мир. Он жил в пустыне. Архангел Иоанн Претеча, Претеча, он во главе стоит монашеского монахов. Все. Он глава монашеского ордена. Глава монашеского братства. Он монах. Никаких браков речи нет вообще. Это духовное существо. Духовное. Вы видите, как Господь готовит все это. А мы сегодня придем, возьмем воды. Смотрите, здесь всего у нас стоит, там, 100 человек в храме. Сейчас люди выстроятся в очередь, за водой придут в воду. Они что-нибудь поймут. Что за вода, зачем? Купаться идут, купаться. Знаете, кто ходит купаться? Кто в церковь не ходит? Они идут купаться. И они такие великие, они купаются. А что они купаются? Они же не понимают, зачем они купаются. Что это такое? Итак, архангел Гавриил приходит и к Акиму и Анне, и совершается то, что он сказал. Родилась Дева Мария. Пришел к Захаре и Елизавете. Родился Иоанн Претеча. Все совершается. Теперь тот же архангел Гавриил приходит к Деве Марии. Дух Святой найдет на тебя из силы Вышнего Синий. Все совершается. Она говорит, что говорит Дева Мария, что говорит архангелу Гавриилу. Она говорит, что мужа не знаю. Старик у нее, Иосиф, под кровь которого ее отдали. Она говорит, что мужа не знаю, как умея родиться. Архангел говорил, что Дух Святой найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя. Вот в чем вопрос. И все совершается. Рождается Иисус Христос. Но еще ни она не понимает, ни те, кто рядом с Ним в Назарете живут, не понимает, кто родился. И когда исполняется Иоанну 30 лет, а он находится в пустыне, потому что мать его и отец спасли его. Ибо Ирод сказал, что всех детей до двух лет, всех надо уничтожить. Потому что он завидовал и боялся, что родился царь в еврейском народе, который завтра придет на его место. Все он дал команду. 14 тысяч младенцев убили. 14 тысяч. Поэтому сегодня мы прикасаемся, смотрите, каким темам прикасаемся, о которых нам никогда не сказал за 20 лет нашей жизни, пока мы учились с вами. Какой вранье и обман какой, понимаете. А то, что нам дали физику, химию, биологию, кто из вас этим пользуется? Кто этим пользуется? Вы знаете, что физики придумали? Атомную бомбу, водородную, ядерную. Это физики придумали. Вместе с химиками. Вот мы к чему прикасаемся сегодня. Есть мир материальный, материалистический. Вместе с химиками. А есть мир духовный. Мы ничего не понимаем. Кому мы обращаемся? Мы не понимаем. Мы не понимаем, кому мы молимся. Это подготовка для будущей вечной жизни. Короткая, маленькая, земная жизнь. Подготовка для будущей вечной жизни. Вечной. Представляете себе вечность. Мы понимаем вечность? Нет, не понимаем. Мы даже нашу землю не можем понять до конца. Понимаем только нашу деревню, где мы живем. А здесь надо понять вселенную. Мы понимаем, что такое вселенная? Не понимаем. Вечная жизнь? Не понимаем. Нам бы сегодня пережить. Поесть, попить побольше. Вот это хорошо. Поэтому сегодня на машинах за 20 метров до школы везут на машине. Поэтому сегодня мы прикасаемся к величайшей тайне. Христос рождается. Рождается Иоанн Креститель. Иоанн Креститель живет в пустыне, а Христос живет в Назарете. Но когда исполняется тому и другому 30 лет, они выходят на проповедь. Иоанн Креститель выходит раньше. И мы его называем предтеча. Он предтек раньше Христа. Потом мы уже называем его Креститель. Он вышел на проповедь по своей воле? Нет. Он об этом сам говорил. Что дух... Он услышал голос, что ты должен выйти. Он знал, зачем он вышел. Ради кого он вышел? Он знает. Теперь надо увидеть его, ради кого он вышел. И он выходит на реку Иордан и начинает на этой реке говорить. Все, покайте. Всем, говорит, покайте. Как, говорит, покаяться? Называйте грехи свои и омовения в реке. И народ к нему идет с утра до вечера, потому что видит, что Иоанн отличается от всех других людей. Он другой совершенно. Он не похож ни на кого. Все видят, что это духовный человек. Это духовное существо. Он отличается по своей одежде. Он отличается по своей фигуре. Он отличается во всем. В своей речи, в своем языке. И народ идет к нему с утра до вечера на эту реку Иордан. И слушают его, потому что еврейский народ знал Бога. И Иоанн призывает их не просто креститься, а покаяться. Вводится слово покаяние. И Христос, когда выйдет на проповедь, сразу скажет покайтесь. Что такое покайтесь? Изменитесь, станьте другими. В слове покаяния корень Каин. Каин, корень. Кто такой Каин? Каин, первый сын Адама и Евы. И вдруг этот первый сын родителей, которые согрешили, согрешили грех. Бог сказал, не делайте этого, они и совершили. Они кого послушали? Не Бога послушали, а падшего ангела-дьявола. Когда Бог призвал их, чтобы они покаялись, чтобы они сказали, прости нас, Господи. Когда ребенок наш совершает какое-то неправильное действие, мы начинаем его ругать или что, мы что от него ожидаем? Чтобы он сказал, прости мамочка. Мамочка, прости меня. Папа, прости меня. И вот мы с вами видим сейчас, мы с вами видим сейчас, что все, они встречают, выходит Иоанн Претеча. Все, народ идет. И вдруг он увидел, увидел, он сразу понял, что это Христос. Потому что, конечно, Бог родился в образе человеческом через Деву Марию. И Иоанн Креститель, как был духовный человек, он духовный, он сразу почувствовал в нем силу духовную. А Христос вместе с другими людьми идет к нему на крещение. Идет на крещение, как обычный человек. И тогда Иоанн говорит ему, я должен у тебя креститься. Потому что он понял, что от него сила другая исходит, сила духовная. И мы знаем, что этой силой духовной Христос будет исцелять людей от любой немощи, от любой болезни. Этой силой будет Христос изгонять бесов. Бесы только будут видеть это приближение Христа, они уже будут уходить, выходить из людей. Посмотрите, это сила, которая исходила из Христа. За ним тысячи тысяч людей ходили, потому что все чувствовали эту силу. Люди уже в скором времени заметили, что достаточно прикоснуться к Христу, чтобы исцелиться от любой болезни. Посмотрите. Вы можете представить себе силу Христа? Не можете представить? Сейчас я вам объясню его силу. Он был тихий и кроткий, жил две тысячи лет назад. Диктофонов не было, магнитофонов не было. Посмотрите. Микрофонов не было. Но все две тысячи лет, все народы говорят о Христе. Какой силой обладал, представляете себе? Сколько за это время философов родилось? Профессоров, докторов, правителей. Мы их не знаем и не помним. Кто не знает сегодня Христа? Какую книгу больше, чем Евангелие издавали? Какой силой обладал Христос? Все открыл. И как жить в этом мире? И что с нами будет после этой жизни? И что будет с этой планетой Земля? Все открыл. Как это будет происходить? Все открыл. Только мы не умеем читать эти книги. Книга называется «Апокалипсис». Это история человечества до второго пришествия Христа. И вдруг встречаются двое. Иоанн Претеча, который родился по благословению Бога через архангела Гавриила. Посмотрите. И встречается Христос, который родился от Девы Марии. Который тоже, Архангел Гавриил, приходил. И к родителям ее приходил. Только Иоанн Креститель родился от матери отца, от Захарии и Елизаветы. Он родился как обычный человек. А Христос рождается от Духа Святаго. То, что Он, Бог, рождается на земле через Деву Марию. Вы понимаете, о чем разговор? И они встречаются вместе. И когда они встречаются, то Иоанн Креститель сразу почувствовал, что Христос выше его, конечно. От него исходит благодать, которую он не мог не чувствовать как духовный человек. Поэтому сегодня мы говорим о чем? Мы говорим о духовном мире, который нам сложно понять сегодня. Нам, людям, материалистически воспитанным, образованным. О чем беспокоятся матери и отцы? Поешь, попей, все. Одень обувь, одежду потеплее. А здесь духовная жизнь, духовный мир. Мы говорим с вами, что Иоанн Претечи даже одет был по-другому совершенно. Он одет-то был по-другому. А он совершенно отличался от людей. Люди видели, что он другой совершенно. И когда мы видим вот эту картину Иванова, которая написана, явление Христа народу, мы видим, Иоанн Креститель отличается от всех. И Христа мы видим. А теперь совершается действие, ради которого мы сегодня пришли сюда, в храм. Совершается это действие. И когда Иоанн говорит, я должен от тебя креститься, Христос ему говорит, мы должны совершить то, что мы должны совершить. То, что предписано Богом Отцом. И когда совершается вот это, он его покрестил, совершается крещение. Потом об этом сам Христос скажет, кто не рожден от воды и духа, тот не войдет в Царство Небесное. Чтобы войти в Царство Небесное, надо пройти крещение. Это первое таинство Церкви. Крещение. Мы желаем, чтобы у нас же брак был, правильный брак, венчание. Должно быть венчание. Все перед Богом должно быть. И так все. Все свершилось. И когда Христос прошел через крещение, поэтому сегодня первое, крещение. А второе, что сегодня Богоявление. Сегодня крещение, событие крещения Христа и Богоявление. Что означает это? Сегодня у нас новая эра от Рождества Христова. Мы сегодня живем в новой эре от Рождества Христова. Вы представляете себе, что это за явление? А теперь, что же такое Богоявление? И когда Христос отошел, вышел из воды, что увидел и услышал Иоанн? Он духовное существо. Он духовный человек. Он услышал голос неба. Сей Сын мой возлюбленный. Кто может сказать, что это Сын мой? Это может сказать Отец. Он же не говорит, это брат мой. Он не говорит, что это мой племянник, мой внук. Он говорит, сей Сын мой возлюбленный. В нем мое благоволение. Что видит перед собой Иоанн? Услышал голос, который говорит, что сей Сын мой возлюбленный. Значит, он увидел Сына. Сына чьего? Как чьего Сына? Бога Отца. Что еще увидел Иоанн? Он увидел, что на Христе Дух Святой в виде голубя. Как будто голубь над ним парит. Голубь как будто. Дух Святой. Вот к чему мы прикасаемся. Что это означает? Это означает два начала. Бог показывает нам, что Он троечен в лицах. Троечен в лицах. Он имеет Сына Своего, которого мы называем Бога Человека Иисус Христос. Кто Сын Бога Отца? Бог Слова. Это Слово Его. Христос только говорил Слова. Словом исцелял людей, освобождал от любой болезни. Словом учил людей, как жить надо. Только Словом. Ни лекарствами, ни хирургическими операциями. Только Словом. Он Бог Слова. Он Слово Отца Небесного. И что мы еще видим? Духа Святаго. Дух Святой несет нам дары Святаго Духа. Премудрость, разум, совет, крепость, ведение, благочестие, страх Божий. Способность рассуждать, способность понимать. И чем меньше в человеке Духа Святаго, чем меньше, тем он более материалистичен, тем более он материален. Он не способен понимать какие-то вещи. Поэтому сегодня мы прикасаемся вот к этому. Бог вышел на проповедь. Бога явление. Все. Теперь Христос входит в этот мир. Он входит в этот мир и начинает людей учить уже. Если раньше Бог прикасался к Моисею, через которого вывел народ еврейский, к Аврааму, прикасался, это было прикосновение, то теперь нам Бог Отец, Бог Творец объявляет, что началась новая эра. Какая эра? Эра подготовки людей к вечной жизни. Все. Отбирается. Кто в ад пошел, а кто пошел в Царство Небесное. И чтобы мы с вами дошли до Царства Небесного, Бог рождается на земле в образе человеческом через Деву Марию. И когда Иоанн Креститель увидел все это, когда услышал голос Отца Небесного, когда увидел этого Сына, когда Он увидел все, этого Духа Святаго, Он говорит, я не имею права даже развязать ремень на Его обуви, даже не имею права развязать, насколько выше Христос Иоанна Крестителя. Но Иоанн Креститель не понимал и не знал того, что ему уже осталось жить совсем немножко. Скоро будет усекновение его. И все, и закончилась его жизнь. Потому что он выполнил свою миссию. Он ее выполнил, миссию свою. Все. Он свое дело сделал. Иногда человек приходит в этот мир для того, чтобы что-то совершить. совершил и Господь его забирает. Поэтому сегодня мы прикасаемся к величайшей тайне. Крещению и Бога явлению. С этого момента Христос выходит на проповедь. И три с половиной года Христос будет учить народ. Он будет учить их не в Иерусалиме, он будет учить их в Галилее языческой, он там будет находиться. Но слух о нем дойдет до всех концов земли. Потому что ничего подобного люди не видели и не слышали. За ним ходят, чтобы просто посмотреть на него, послушать, что он говорит. А кто-то хочет исцелиться от него. Все ему возможно. Он ходит, он может идти по воде, он может укоротить бурю, он может воскресить мертвого. И сегодня за эти две тысячи лет есть и собрать все чудеса, которые совершились в Церкви Божьей, которые совершились, потому что ангелы участвовали. Божья Матерь сколько участвовала. Посмотрите нашу историю России. Сколько Божья Матерь нам помогала от врагов видимых и невидимых. Это его не могли не видеть даже люди материалисты. Они не могли даже этого не видеть. Поэтому Россия называется Дом Пресвятой Богородицы. И сегодня не надо ничего бояться. Господь никогда не оставит Россию без своей помощи и Божьей Матери не оставит без своего покрова. Ничего не волнуйтесь. Но сегодня призывает нас Господь, чтобы мы к Нему обращались. Чтобы у нас благодать Божья была у нас. И только наш, только наш народ назывался Святая Русь. Не Великая Русь, а Святая Русь. Это Великая Германия, Великая Америка, Великая Япония, Русь. А мы Святая Русь. Если мы не будем святыми, мы исчезнем. А если мы будем обращаться к Богу, к Божьей Матери, к Архангелам, Ангелам, к Святым, то мы с вами приобщимся к Ним и сами станем Святыми. И сегодня мы говорим о чем? Что Отец возлюбленный, то есть так Бог возлюбил мир, что Сына Своего Единородного дал, что всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Мы говорим Отец возлюбленный, Сын искупивший. Что такое крестная смерть? Искупление наших грехов. Смотрите, кто распял Иисуса Христа? Его распяли наши грехи. наше неверие, наше безбожие распяло его. Что это было две тысячи лет назад? Да нет, мы сегодня его распинаем каждый день. И каждый из нас стоящих здесь распинает Христа. Потому что мы не живем по его закону. Мы не живем по его заповедям. И мы распинаем его каждый день. Он осудил кого-нибудь из нас, когда был на кресте. Он осудил тех людей, которые его приговорили к смерти. Нет, никого не осудил. Он осудил тех, кто прибил его к этому дереву. Он осудил Петра, который отрекся от него. Он осудил Иуду, который предал его. Никого. Он взял на себя наши грехи. сын искупивший и дух освящающий. Что говорит Христос, когда ходит с проповедью три с половиной года? Он говорит, я вернусь к отцу своему, а отец мой пошлет духа святаго. И многие из нас сегодня пришли и даже не понимают, как мы могли прийти в церковь. посмотрите, приходит в церковь разбойники, приходят люди, которые убийцы, приходят блудники, развратники приходят. Я спрашиваю, как ты мог прийти сюда? А меня говорит, благодать коснулась моей души. Посмотрите, я столько людей видел преступников. Как вы могли прийти в церковь? Благодать коснулась меня. И люди стали совершенно другими. Вы посмотрите, простые крестьяне стали преподобными. Преподобный Силуан простой крестьянин был. Посмотрите, премудрость какая была у него. Потому что он беседовал с утра до вечера с Богом. Молитва его была бесконечная, постоянная. Если мы будем общаться с алкоголем, мы станем алкоголиками. Если мы будем общаться и будем ворами, мы станем что? Ну, вы понимаете, что посеет человек, то и пожнет. Но если мы будем общаться с Богом, то мы будем духовно обильны, обильны духом. И то, что мы не понимали, мы будем понимать. То, что мы не знали, мы будем знать. Без всякой физики и химии. и без этих атомных бомб. Поэтому сегодня замечательно, что мы все оставили и пришли сюда. Замечательно. Потому что мы пришли отметить это событие. И для себя мы показываем, что мы верим Тебе, Господи, Отцу возлюбленному, Сыну искупившему и Духу освящающему. Смотрите, еще один момент очень важный. Сегодня мы боимся смерти. Какой смерти? Какой мы смерти боимся? Мы боимся смерти тела нашего. Наше тело умрет. Я вам открою тайну, наше тело не умрет. Оно вернется назад в землю. Откуда оно взято и растворится. Мы ходим сегодня по улицам. Это кладбище. Наше тело вернется в землю. Оно никуда не исчезнет. Атомы, молекулы, клетки. Все будет жить так же. Но смотрите, что получается. Мы сегодня просим Бога, избавь меня, Господи, от смерти духовной. Вот чем вопрос. Мы с вами мертвы и духом. У нас нет духа Божьего. Вот наша смерть в чем дело. Вот откуда берутся преступники. Вот откуда берутся казнокрады. Вот откуда берутся предатели. Бога нет в человеке. Духа святого нет в человеке. И вот эти ученые материалисты, которые ничего не соображают, у них нет духа Божьего. Это дети дьявола. Вот чем вопрос. Разве нормальный человек может сделать атомную бомбу, или водородную, или ядерную, чтобы убивать других людей? Это нормальный человек может сделать такое? Поэтому сегодня мы говорим, чтобы Господь нас избавил от смерти духовной. Если вы когда-нибудь будете читать Акафис Святому Духу, я его читаю каждый день, то там вы найдете еще удивительные слова. Удивительные слова. Жажда загробной жизни. Смотрите. Жажда загробной жизни. Не этой временной жизни, где мы едим, пьем и так далее. А загробной жизни, жажда. Где я окажусь после этой жизни? Где моя будет душа? Она будет в аду душа или в Царстве Божьем? Она будет с ангелами, со святыми, или она будет с бесами, с падшими ангелами? Вы понимаете, о чем разговор? Вот эти два момента избавления от смерти духовной и жажда загробной жизни, два момента определяют нашу жизнь христианскую. Это сущность нашей жизни. И Бог, Христос нам говорит, будьте совершенны, ибо совершен Отец ваш небесный. Вот что такое событие сегодняшнего дня. явление Троицы нам, потому что даже в Ветхом Завете вот не было раскрыто понятие о природе Бога, а вот Новый Завет с самого начала нам Бог раскрывает свою природу. Он троичен в лицах. Вот это, поэтому мы складываем три пальчика вместе. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. А два пальчика прижимаем к ладони. Зачем? Что это означает? Христос имеет природу Божью духовную и человеческую, потому что Он от Девы Марии. Вот смотрите. И когда мы крестимся с вами, мы говорим во имя Отца, Отец посылает Сына, и Сына Он на землю посылает. И Святаго Духа, вы понимаете, все символически, даже в символе это все отражено. Спасибо Господь. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok